Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, зрители моего канала! Сейчас будет общий второй прогноз. Карта дня на 13 июля для каждого знака зодиака. Уже давно есть на моем канале полные прогнозы для каждого знака зодиака общие на июль и уже есть на август. Так что приятного просмотра! Найти легко плейлист на канале август-июль. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии и за подписку. Благодарю за теплые слова. Сейчас у нас 13 июля. Первый у нас овен. Замечательный овен. Будет доволен собой, достигнет желаемого. Когда будет доволен собой, все хорошо. Захотите даже себя, может быть, побаловать. Я не знаю, будете самодовольны такие. И карта может еще говорить о том, что кто-то или вы, или в вашем окружении не хочет ничего менять. Его все устраивает. В отношениях это в основном имеется в виду. И для незамужненных девушек возможно предложение руки и сердца. Так, наши красивые тельцы. 13 июля. Та же карта. Только что она была овну. Перетасовала и достала. Ну что ж, тельцы, вы тоже будете довольны собой. Вы достигнете желаемого. Захотите себя даже побаловать. Может быть, вы или кто-то в вашем окружении не хотите ничего менять. Вас все устраивает. Это касательно отношений может очень касаться. И для незамужних девушек это может означать предложение руки и сердца. Близнецы. 13 число. Колода какая-то перекрученная. Троечка. Троечка это оживленный бизнес. Это сотрудничество. Это общение. Это поездки. Может будете решать куда с кем что как. Это получение первой прибыли. Это может быть командировка, в которой перед вами откроются новые возможности. Или без командировки, но открываются новые возможности. Замечательный аркан сотрудничества, общения, бизнеса для сделок. Наши раки. Красивые раки. 13 июля раки. Раки. Королева Пентакли. Ну, такая себе карта, знаете, хозяйственная. Любви к себе. Когда, может, будете заниматься хозяйством именно. Что-то дома. Убирать, стирать, чинить, переставлять, покупать, оплачивать. В офисе то же самое может быть. То есть, вот, наведение порядков, каких-то перестановок. Главное рассчитать, чтобы вам на все хватило денег. Это карта прибыли. Карта хороших сделок. Карта хорошего общения с партнерами. Если будут встречи, делайте так, чтобы это все было как в домашней уютной обстановке. Комфортно для ваших партнеров. Карта любви к себе. Не забывайте о себе в этот день. Может быть, встреча или общение с дамой, королевой Пентакли. То есть, знака земли, которая любит деньги, любит себя, любит комфорт, ним не пожертвует. Может быть, даже она попросит у вас денежки. Вот так вот скажет, на что-то нужны деньги. Так, наши львы. Красивые львы. Вылетел аркан. Не пугаемся, львы. Наши львы и львицы. Ну, смерть что говорит? Возьми косой отсеки. То есть, уберите из своей жизни то ненужное, то тяжелое, то сложное, то старое, то, что вас тянет назад и не дает вам двигаться к светлому будущему. Это окончание. Ну, такое, знаете, окончание, может быть, вот такое резкое окончание, когда к этому все и шло, конец эпохи. Отсеките. Что-то может уйти. Уберите из жизни то, что вам мешает. Дева. 13 июля. Тройка Пентакли. Карта сотрудничества. Карта прибыли. Карта общения. Хороший день для сдачи экзаменов, проекта, проекта и тому подобное. Карта говорит о том, что в команде вы в этот день добьетесь больше. То есть, если у вас есть какие-то задачи, что-то нужно решить, сделать, любое, то, пожалуйста, организовывайте свою команду. Весы. Наши красивые весы. Карта дня на 13 июля. Весы. Весы, дьявол, соблазн, страсть, искушение. Кто-то вам может что-то будет предлагать. Будьте внимательны. Внимательно. Не соглашайтесь сразу или хотя бы думайте. Не все может так выглядеть, как это есть. И, конечно же, это страсть, искушение, соблазн. Это может ситуация быть, при которой вылезут наружу ваши комплексы. Какие-то страхи. Чего-то бояться, может, будете в этот день. Будьте внимательны в любом случае по дьяволу. Дьявол – это дьявол. Будьте внимательны во всех сферах жизни. Так, наши скорпиончики красивые. Карта дня на 13 июля. Скорпионы. Пятерочка жезлов из такого, как бы, хорошего. Это интересные задачи на этот день. И соревнования в хорошем смысле этого слова. Но, может быть, конечно же, соревнования командные и так далее. Может быть, и не только командные, но, может быть, и ссора, конфликт, скандал, даже драка. Советую вам сдерживаться у кого спыльчивый характер, ссору, не вступать в такую драку. Пусть лучше нервничают ваши оппоненты. Так, наши стрельцы молодцы, конечно же. Наши красивые молодцы стрельцы. Хотела вылезти звезда, но что-то сорвалось. Еще не время. Она прям выскочила и накрылась, легла, так, знаете, в колоде. Обратно, не перевернулась. Значит, еще не время, но скоро ваше желание исполнится. И то, к чему вы так долго идете. Так, час стрельцы на 13 число. Паш. Замечательный аркан. Новый фликт, новое знакомство. Общение, непринужденные, может быть, обстановки, приглашение на какое-то свидание. Еще, может быть, общение с детками. Детки могут быть знака воды. Так, и мы переходим к нашим козерогам. И козерожкам, конечно же, как я привыкла говорить. Не знаю, так придумалось мне давно. Это козерожки. Ласково. Девочки-козерожки. Красивые наши козерожки. Пятерочка Пентакли. Финансовый кризис. Ну, эта карта может означать еще что? Приболели. Заболели. Меланхолия. Причем так вдруг напала что-то. Вы знаете, нет настроения. Ну, и, конечно же, может говорить о том, что или не получилось купить то, что планировали. Ну, в этот момент не хватило средств. Или же купили, потом пожалели. В общем, что-то связанное с деньгами. К сделкам, к любым таким манипуляциям с деньгами. Будьте внимательны в этот день. Не рискуйте зазря. И будьте внимательны, где паркуйте машину, например, чтобы штрафа не было. Чтобы не было санкций никаких. Обращайте внимание, может что-то нужно вовремя уплатить. В общем, что-то касательно законов и с какими-то санкциями и штрафами. Так, теперь наши водолейчики, красавчики и красавицы. 13 число июля месяца. Второй раз в этом раскладе смерти. Ну, что ж, пришло время, может быть, что-то отсечь. Взять косу и отсечь. Оставить то, что вам давно мешает, мучает, не дает двигаться вперед. Что-то старое, ненужное, изжившее себя, то, в принципе, может уйти из вашей жизни в этот день. Не жалейте. Чем тяжелее будете держаться, тем сложнее будет двигаться вперед. Идите дальше и даже не думайте. Оставляйте. Пришло время. Так и должно быть. Так и должно быть. По-другому быть не может. Пришло время, наконец-то. И наши рыбульки. Красотольки. 13 июля. Рыбы. Так, сейчас потасуем нашим рыбам. Рыбы. Сейчас мы возьмем другую колоду рыбкам. Так, рыбки, возьмем вот эту колоду. Почему-то захотелось. Бывает такое у меня. Меня недавно спросили, почему вы уже почти достали карту, а потом меняете. И даже видно, какая карта. Я говорю, ну, мне не видно, я не смотрю на карты. Вам, может, и видно. Ну, так. Так у меня. Так. Вдруг рука аварит. Или кто-то аварит. Или, я не знаю. Или рука движется в другом направлении. Аварит. Нет. Надо взять другую карту. Итак, рыбки. Точно так же с колодой. Так. Рыбульки. 13 число. Четверочка. Четверочка. Чаш. Может, кто-то будет, знаете, пришло время отдохнуть. Это первое такое значение. Побыть дома, отдохнуть, посмотреть телевизор. Перезагрузиться эмоционально. И вот тогда уже мир не будет таким печальным. То, что вам может сейчас казаться скука, уныние какое-то. Тогда вы увидите, когда отдохнете кого-то или что-то, что раньше не замечали. В общем, нужно отдохнуть. Может быть, будете кого-то ждать, кстати, и грустить. Это тоже может быть по этому аркану. Так что, рыбки, ждите, и все получится. И отдыхайте почаще. Вот такой получился прогноз на 13 июля для каждого знака зодиака. Не забываем про мои прогнозы на июль и на август уже есть давно. Так что, всего вам хорошего и до встречи на моем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!